В центре работают только бывшие наркоманы? Да, подобная практика существует и нередко пугает родственников зависимых. Но нельзя судить о целой системе только по одному факту. Для начала я пару слов скажу вам о том, каким образом бывшие наркоманы и алкоголики попадают в ряды сотрудников реабилитационных центров. Человек, закончив лечение и все последующие этапы восстановления, проходит курс специальной подготовки при высших учебных заведениях, получая знания и возможность работать консультантом-аддиктологом. И даже после этого он сначала находится в центре в качестве волонтера, после стажера и только потом официально становится консультантом. И тем не менее, многие родственники пациентов с ужасом относятся к тому, чтобы с их зависимыми работали бывшие зависимые, только врачи и медсестры. Но кто как не бывший может помочь действующему наркоману войти в стойкую ремиссию? Почему бы не довериться тому, у кого получилось справиться с подобным недугом? Кстати, слово «бывший» в таком контексте можно услышать именно от стревоженных родственников. В профессиональной среде такое сленговое выражение не используется, потому что мы понимаем, как сложен труд этих работников. Консультант-аддиктолог не просто профессия, а призвание, и далеко не каждый способен трудиться в этой области. Естественно, как я сказал ранее, этому ремеслу необходимо учиться, получая серьезные знания по психологическому консультированию, нейрофизиологии, психотерапии и многим другим дисциплинам. Однако в реестре профессии официально такой специальности не существует. К сожалению, пока государству нет дела ни до реабилитации, ни до таких сотрудников. Можно предположить, что родительский страх относительно работы бывших зависимых в реабилитации возник не случайно. Недобросовестные клиники, пренебрегающие многими профессиональными принципами, позволяют становиться консультантами тем пациентам, которые сами находятся на завершающих этапах лечения. Конечно, никакой речи о всех необходимых моментах становления специалистов здесь не идет. Но вопрос на них бывшем, а к политике самого реабилитационного центра, который с точностью могу заявить, допускает и другие непозволительные ошибки в рабочем процессе. Я против того, чтобы в реабилитации сотрудниками являлись исключительно лишь зависимые. Я постоянно привлекаю к процессу лечения врачей всех специальностей. Их труд необходим. Это урологи, гинекологи, стоматологи, хирурги, неврологи, терапевты, дерматологи и, конечно же, психиатры-наркологи. К тому же психолог, не страдающий зависимостью, привносит свое, не менее авторитетное мнение и видение ситуации в процесс лечения. Мне кажется, что именно такая смешанная команда дает лучшие результаты в борьбе с зависимостью. Наверное, каждый человек, отправляя своего близкого на лечение, рассчитывает, что после восстановления к их бывшему наркоману или алкоголику не будут относиться с брезгливостью и тыкать в него пальцами. Уже само по себе презрительное обращение с зависимым показывает восприятие проблемы не как заболевания, а некой социальной ниши. Люди, победившие такой тяжелый недуг, на мой взгляд, не заслуживают плохого отношения к себе. Лично я испытываю к ним глубокое чувство уважения.